МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вектор благоустройства сегодня в руках самых активных и инициативных. Жители столицы полноправно участвуют во всех реализуемых программах и сами формируют новый облик Чебоксар. Чебоксарский залив в ожидании перемен. После Красной площади Московской набережной дошло дело и до дамбы со всеми прилегающими территориями. Полноценный проект представили по традиции москвичи, уже известное архитектурное бюро «Маршалап». В экспертной группе более 100 человек. Известные архитекторы, проектировщики, активная молодежь. Почти у каждого свой взгляд на создание комфортной среды и свои предложения. Формирование комфортной городской среды в городе Чебоксар началось с 2017 года. 99% финансирует федеральный бюджет, ну и 1% это консолидированный бюджет в Чувашской республике и город Чебоксар. Масштабные работы начнутся в 2021 году. Сумма известна – около 770 миллионов рублей. Мне хотелось бы, чтобы эта точка притяжения, место, где любят проводить время наши все жители и гости столицы, и со всех наших городов нашей республики, все приезжают, все в первую очередь идут на залив. Поэтому нужно, чтобы он был прекрасен, красив и приятен для всех. Я думаю, что надо всегда быть в тренде и всегда развиваться. В обсуждении участвовали 18 команд. У москвичей комплексный подход, итогом которого станет полностью измененное пространство. Проект представил Филипп Якубчук. С его точки зрения, дорога к храму, пешеходные тротуары, зеленые зоны выглядят устаревшими и скучными. Их надо оживить с помощью современных архитектурных решений. И сейчас эта территория, ну, она, на мой взгляд, тоже неосмысленна. То есть там есть какая-то хаотичная, непонятная история с парковкой. И, собственно, на этой территории мы предлагаем сфокусировать обсуждение. Там нужны будут или лежачие полицейские, или переходы нужно будет поднимать. То есть там нужно будет снижать скорость движения транспорта. Предложения других разработчиков тоже интересны. К примеру, одна команда предложила увеличить пирсы и выходы на Волгу, добавить инсталляции. Другая представила модульные многофункциональные домики. В них предложили разместить туристический информационный центр, художественные студии, лаборатории для эко-мониторинга. Прозвучали предложения об установке памятника Михаилу Сеспелю на одноименной улице. Там находится музей поэтов, в котором интересная экспозиция. Отец Василий Пасхье, наместник Свято-Троицкого мужского монастыря, считает, что важно восстанавливать эко-баланс Волги. Поэтому в проекте надо найти место для птицепарка. Не менее важные моменты – найти принципиально новое решение по выходу сточных вод с залива Волгу, расширение зоны зеленых насаждений и строительство перголов, защищающих от солнца. А еще наличие общественных туалетов и ночное освещение. То самое такое живописное место, историческое место, связанное с историей нашего города, где находится Владимирская горка, где находится Вознесенский собор, где почему-то кажется, что вся историческая часть должна получить такую вот ночную световую гамму всех исторических храмов, которые находятся на заливе. Вот над этим, я считаю, нужно поработать, чтобы ночью у нас было намного приятнее и намного впечатляла вся вот эта историческая часть. Многие участники мозгового штурма подчеркнули, в реализации такого масштабного проекта обязательно должны быть задействованы местные производители строительно-ремонтных материалов. При создании проекта с метной документацией, когда вы будете уже определять, какой материал будет использоваться там или иначе, чтобы вы мониторили именно рынок Чуварского производителя. Перезагрузке территории нужно отнестись с особым вниманием. Объекты культурного наследия, с ними нужно обращаться очень бережно и учитывать все ограничения, которые накладывает закон по охране культурного наследия. И я думаю, мы найдем вообще язык с теми, кто проектирует сейчас эту территорию. За два часа обсуждений концепции благоустройства общественных пространств собрано десятки мнений. Многие предложения войдут в доработанный вариант. Пешеходные маршруты – активные спортивные зоны, досуговые площадки для людей разного возраста, детские городки – обязательные условия здорового образа жизни. Обновленный залив должен удовлетворить все эти потребности в полной мере. По оценке экспертной группы, реализация наиболее конструктивных и творческих проектов послужит импульсом для развития туризма. И, разумеется, большую роль в этом процессе играют неравнодушные инициативные граждане. Администрация столицы, депутаты уверены – именно слаженная работа непременно даст результат. Барс, вольники, витязи, паттер, олимп и медведи прикамья. Команды под такими названиями стали участниками чемпионата Чуваши по рыбболу. Спортсмены разыграли награды главы столицы республики. Пять чувашских команд и одна пермская в горячей схватке. Турнир по рыбболу на призы главы города Чебоксары собрал сильнейших в этом виде спорта. Молодое поколение нужно подтягивать, пусть они раньше – это был разминченный вид спорта, то есть боксеры, вольники, самбисты перед тем, как заняться тренировкой, играли в эту игру. А теперь это самостоятельный вид спорта, и я считаю, что очень хороший, очень интересный. Поэтому пусть молодежь начинает заниматься, пусть победит сильнейший. Боксеры, футболисты, борцы – в общем, ребята серьезные. Даже в товарищеской встрече сопротивление держали изо всех сил. Отметим, что в этом году общественная спортивная организация рейтболистов получила аккредитацию в Республиканском министерстве спорта. Этот статус дает возможность государственной поддержки, а это новый уровень развития. Для сборной «Чуваши» эта игра очень важна тем, что в феврале следующего года пройдет чемпионат России в Ростове-на-Дону. И сегодня экспериментальный состав будет сборной команды «Чуваши» перед чемпионатом. И мы посмотрим, как наша сборная готова к предстоящим соревнованиям. За последние два года мы прошли государственную аккредитацию, что это очень для нас важно. С помощью поддержки региона и администрации города мы сможем этот вид спорта больше популяризировать и развивать уже не только взрослый спорт, но и детский. Пандемия коронавируса внесла коррективы в календарный план. Чемпионат России в этом году отменили. Но это не убавило желаний представителей Республиканской Федерации вернуть «Чуваши» статус региона лидера рэкбола России. К тому же в этом сезоне у команды сборной «Чуваши» новый капитан. В рэкболе Григорий Арсентьев с 2007 года. Он считает, что команда, несмотря на перерывы в тренировках, выступила сегодня достойно. До этого занимался вольной борьбой, достиг норматива мастера спорта по вольной борьбе. Сейчас в данный момент футболом в любительской форме играем. Вот и, соответственно, в рэкбол также играем. Тренировочный процесс был долгий, тренировались, готовились и, соответственно, выступили сейчас на этом турнире. Пять команд выставились в жеребевке. Первая игра у нас состоялась вольники и витязи. Команда вольников тоже, ну, в основном борцы, а витязи там и борцы, боксеры, футболисты даже есть. Поэтому игра тоже такая была упорная, но вольники оказались повыносливее и побыстрее. Я сейчас вижу, что наша команда, сборная команда, скомплектована хорошо. В прошлом году пермики проиграли нашим, так что сейчас у них реванш. Медведи Прикамья, соперники, сильные, опытные, неоднократные призеры чемпионатов России. Тем не менее, и ныне наши оказались на шаг впереди. В какой-то определенный момент несколько мячей пропустили, а команда Чувашской республики показала свою достойную игру, хороший уровень и выиграла, соответственно. Таким образом, игра прошла под диктовку сборной Чуваши. В первом периоде ушли в отрыв с разницей в три гола, и во втором удвоили перевес. Ребята наилучшим образом себя проявили и доказали, что Чуваши и рейтбол развиваются и находятся в лидерах по развитию в России. К сожалению, в этом году были проблемы с тренировочным процессом, и на стопроцентную готовность команды мы навряд ли могли надеяться. По правилам соревнования команда проигравших вылетает. Так в «Витязи» выбыли. В финале «Барс», «Вольники» и команда «Паттер». Итогом встречи стала победа сборной Чуваши. Она переиграла гостей со счетом 13-8 и оставила у себя памятный кубок. Вы смотрели программу «Местное самоуправление». С вами была я, Наталья Мальчикова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!